Девушки отдыхают Среди участников 50 гонщиков на своих мощных автомобилях, способных пройти через все преграды. За такими машинами по бездорожью едва ли успевает наша редакционная «Лада». Первая остановка – технический осмотр. Процедура обязательная. Без осмотра комиссия не допустит до соревнований. Но водители такой порядок не пугают. Они и сами с большой ответственностью относятся к вопросам безопасности. Соревнованиям транспорт готовят неделями, а то и месяцами. Команда Андрея, например, закончила приготовление буквально утром в день старта. Ну, участвую уже не первый раз. Кататься интересно. Раз попробовал. И как-то понеслось это. Автомобиль готовится долго, упорно. От гонки до гонки. Гонку откатали, готовим автомобиль. Техническую ответственность за автомобиль несет сам водитель. Комиссия же проверяет транспорт на соответствие заявленному классу. Отличает их техническая составляющая автомобиля. Но все же самое главное в любом из представленных экипажей – это безопасность. Ремни безопасности, крепления аккумуляторов, чтобы огнетушители не только присутствовали, но и были еще закреплены в машине, чтобы во время какого-то там удара, препятствий не прилетели, в голову не разбили. Обязательно, конечно, это шлема. Шлема должны быть с застежкой на шее, чтобы тоже не слетали. Как бы жизнь одна, поэтому стараемся их сохранить. Такой тщательный контроль полностью оправдан. Ведь впереди далеко не гладкая трасса и ровная дорога. Соревнования сейчас проходят. У нас на песченой местности, в лесах, подальше от города, от людей. Потому что нам нужно больше простора, ориентирования. Автомобили осмотрены и зарегистрированы. Пришло время ехать на основную площадку. Торжественной колонной отправляемся в путь. Здесь уже частично видна полоса для первого старта. Штурманы и экипажи отправляются на осмотр территории. Оценивают обстановку, делают пометки, разрабатывают тактику. Единственное, что могу сказать, класс модифицирован, он без электролебедок. Если встанешь в этом болоте, то будет весело. Соответственно, как-то надо было проехать, не останавливаясь. Иначе все будет плохо. А плохо еще будет, но об этом позже. Пока выясняется, трасса состоит из двух спецучастков препятствия и ориентирования. Однако и здесь особенности. У машин разного класса своя трасса. У нас класс ТР1 по уровню подготовки. Это примерно средний класс. То есть у нас есть лебедка, 33 колеса. Можно посмотреть, что у нас электрика выведена наверх. Здесь у меня навигация установлена. Машину полностью оборудуют под условия соревнований. Буквально каждая деталь в гоночном автомобиле сделана вручную. Михаил, хоть и штурман, но о своей ласточке знает абсолютно все. Дополнительный свет. У нас блокировки стоят во всех мостах. Там сзади у нас можно посмотреть установлен якорь. Якорь. Вот он. Якорь в салоне виден. Есть хайджек, трапики. Там в салоне у нас шаклы. Такая терминология наша. Вот на такой машине мы катаемся, получаем удовольствие. Лопатка – запасной вариант. То есть она может спасти вас, да? Да, обязательно. Это наш символ небольшой. Итак, лопатка на удачу готова. Машины подъехали к старту. Финальная команда и первые треки рванули прямо в воду. В ход пошли разные тактики. Цель экипажей – проехать как можно скорее водоем и выйти на берег. Но оказалось, это совсем непросто. Прошло уже несколько минут со старта. И вот оно, первое препятствие. Еще ни одной машине не удалось выбраться из болота. Но эта ситуация показывает слаженность всех команд. Машины тонут, моторы глохнут, а напряжение только нарастает. Поддерживают своих автолюбителей их преданные болельщики. Как вы поддерживаете? Что мы говорили перед стартом? Говори класс. Давай, класс. Давай, папа, давай. Класс модифицированный и класс ТР-1 уже стартовали по своим маршрутам. На очереди класс ТР-2 спорт. У автомобилей уже две лебедки, а колеса в разы больше. В коне через несколько секунд очередной старт. Машины в полной боевой готовности. Зрители готовы? Готовы! Поехали! И машины рванули по бездорожью. Движению мешают болото, грязь и встречный ветер. Но адреналин несет экипажи только вперед. Движению мешают болото, грязь и встречный ветер. В этом году в рамках фестиваля Трофи-Лайф проходит отборочный этап Кубка ДОСАА в России и открытые областные соревнования по трофи-рейдам. Мероприятия направлены на развитие автомобильного спорта и пропагандируют здоровый образ жизни. На финише одной трассы гонка не заканчивается. Соревнования проходят сразу в несколько этапов и продлятся в течение всего дня. Кристина Жакот, Павел Макаров. Новость Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова